не отказывайся от своей мечты даже если на реализации и требуется время время пройдет несмотря ни на что говорят что оливковым деревьям требуется более ста лет для того чтобы дать хорошие плоды и чем старше оливкового дерева тем качественные плоды она приносит если подумать о современном мире в котором мы живем с ожиданиями немедленного успеха с быстрыми трансформациями в погоне за дешевыми товарами за недорогими острыми ощущениями за большими охватами аудиториями грандиозными открытиями и красивым впечатляющим телом к лету однако истинный результат подобен росту оливковых деревьев когда капля за каплей день за днем мы предпринимаем действиям которые будут видны в долгосрочной перспективе и это весьма отдаленная перспектива как раз гасит нашу веру в то что будет результат регулярных тренировок забалансированного питания так необходимых нашему телу перерывов пауз времени отдыха воздержание от пищи для восстановления и очищения организма и стоит нам только принять согласиться с этой перспективой вечности долгосрочности как за углом ожидают еще разочарование те разочарования которые мы встречаем на нашем пути которые нам необходимо принять с терпением выносливостью мужеством и готовностью идти дальше интересный тот факт что оливковое дерево приспособлено к произрастанию в в бедной почве каменистой глиняной под палящим солнцем а как только она попадает на плодородную почву или в тень она начинает болеть и все меньше и меньше приносить плодов и подобную ситуацию можно наблюдать и в поведении людей когда при изобилии возможностей все меньше предпринимаются усилия спортивный зал около дома или бассейн через дорогу и даже купленные палки и форма которые ждут своего момента в углу созревает очевидный вопрос что помогает оливковым деревьям плодоносить и вот ответ в начале весны хозяин приходит к деревьям начинает их подрезать он в первую очередь обрезает ветви которые стремятся к центру но там нету солнца поэтому их надо обрезать чтобы ветви располагались и росли в стороны далее он обрезает ветви которые стремятся ввысь если ветви будут произрастать вверх то будет сложнее добраться до плодов до оливок а для сбора плодов как раз удобно когда дерево не выше 3-4 метров и вокруг него можно обойти с специальной вертушкой которая сбивает оливки на предварительно разложенную сеть на земле тогда получается чтобы воспользоваться уже имеющимися обстоятельствами нам необходимо от чего-то отказаться сказать твердое нет тем занятиям направлением делам которые не способствуют тому чтобы пойти на тренировку и делать это регулярно и и допустим получилось сказать нет определенным делам вещам и обязательствам и высвободилось время но приходит момент тренировки и у нас появляются другие задачи какие-то срочные дела или даже рутинные дела которые вовсе не обязательно выполнять сейчас которые могут быть отложены на потом предположим и другое развитие событий когда освободившееся время используется вроде как по назначению но не для тренировки что имею ввиду приобретается курс книга начинается бесконечный просмотр видеороликов в ютюбе но время тренировки так и наступает и таким образом происходит деликатное откладывание на потом под видом того что я хотя бы смотрю читаю листаю ленты блогеров по скидалской ходьбе но время тренировки так и не приходит самом дополнительном обучении чтении нет ничего плохого и иногда как раз хорошо сделать паузу заточить пилу прежде чем продолжать валить лес а бы как и затрачивать неимоверные усилия в непотребном направлении отличие можно найти в том что за обучением сразу идет применение сразу идет действие которое позволяет нам закрепить пройденный материал на практике и это пожалуй самый действенный способ для того чтобы осваивать технику ходьбы для того чтобы после прохождения курса инструктора все-таки начать свою деятельность и наконец-то делиться с людьми полученными зданиями в теории все звучит достаточно легко но я сам откладывал запись этого подкаста два года прежде чем удалось записать первый выпуск это этот выпуск был записан не мною а наталья чевку и в моем случае чаще всего откладывание избегания или поиск дополнительной информации сопровожден тем что я не доверяю тому что у меня уже есть или мне кажется что мне еще вот чего-то не достает для того чтобы начать и чтобы справиться с этим внутренним сопротивлением с этим избеганием проще всего это приступить к конкретной деятельности конкретным действиям к тренировкам непродолжительным очень маленьким так как эти самостоятельные эпизоды которые я записываю и надеюсь что благодаря вот этим заметкам у тебя получится найти свои причины того что ты долго не начинаешь откладываешь или долгое время не возвращаешься к любимому занятию и в такой ситуации мне помогает структура чек-лист план тренировки или визуализация того действия которое выполняю и все это рождает все больше доверия в том что я могу что у меня получится и у тебя тоже все получится поэтому предлагаю тебе приступить к определенным действиям начать движение выбранном направлении и поискать ответ на вопрос как бы я себя вел вела если бы я полностью доверял тому что у меня получится то что результат будет положительный то что у меня достаточно чтобы понимать что у меня уже достаточно знаний представлений инвентаря для того чтобы начать тренировки помни что первые шаги не обязательно должны быть идеальными они могут быть смешными нелепыми но они должны быть потому что именно благодаря этим маленьким шагам в сумме получается результат оправдываются надежды и все более доверием мы наполняемся к саму себе к тем действиям которые совершаем вспомни как человек учится ходить он делает наклон вперед и подставляет ногу для того чтобы не упасть и так нога за ногой и начинается движение вперед но именно вот первый наклон вперед он наполнен доверием в том что получится ну бывает и не получается бывает падение носом вперед но чаще всего и быстрее всего мы учимся именно предпринимая конкретные шаги напомню тебе что всегда есть возможность оставить свое голосовое сообщение в котором можно поделиться своим мнением впечатлением своими идеями после прослушивания этого выпуска для этого переходи на сайт speakpipe.com правая наклонная черта free walker ссылку как всегда оставляю в описании к этому эпизоду ussy алина птицать и сейчас и и и и и